Мы встречаемся в сложное время, когда наши вооружённые силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию. Напомню, что в самом её начале, ранним утром 24 февраля, мною публично, открыто были названы причины и главная цель действий России. Это помощь нашим людям на Донбассе, которые в течение почти 8 лет самыми варварскими методами, блокадой, крупномасштабными карательными акциями, теракторами и постоянными артиллерийскими обстрелами подвергались настоящему геноциду. И за что? Только за то, что они добивались элементарных человеческих прав. Жить по законам и традициям своих предков, говорить на родном языке, растить своих детей так, как они хотят. При этом киевские власти не просто игнорировали, саботировали на протяжении всех этих лет реализацию Минского комплекса мер по мирному урегулированию кризиса. Но в конце прошлого года и вовсе публично отказались от его исполнения. Приступили они и к практической реализации планов по вступлению в НАТО. Более того, прозвучали и заявления киевских властей о намерении создать теперь уже и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения. И целью для него, конечно, была бы Россия. На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. В том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиньи и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия. Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несёт прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО. Причём с показным и циничным пренебрежением. Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путём решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. И об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля. Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают всё, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов. Хочу сказать об этом впервые в самом начале операции на Донбассе. Киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это их решение. А осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придёт неизбежно. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утверждёнными планами. Отмечу, что Украина, поощряемая Соединёнными Штатами и рядом с западными странами, целенаправленно готовилась к силовому сценарию, к кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе. Массированное наступление на Донбасс, а затем на Крым, было только вопросом времени. И наши вооружённые силы сорвали эти планы. В Киеве не только готовились к войне, к агрессии против России, против Донбасса, они её ввели и прекращались попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье. Все последние годы продолжались боевые действия на Донбассе, обстрелы мирных населённых пунктов. За это время погибло почти 14 тысяч мирных граждан, среди них дети. 14 марта по центру Донецка, как вы знаете, был нанесён ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унёс жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни. Бьют без разбора, по площадям, с фанатизмом и остервнением обречённых. Это как фашисты, которые в последние дни Третьего Рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв. Но что поражает своим запредельным цинизмом, это не только беспардонная ложь Киева, заявление, что это Россия, додумались до этого, якобы запустила ракету по Донецку. Но и то, что так называемый цивилизованный западный мир, европейская и американская пресса даже не заметили трагедии Донецка. Как будто ничего и не было. Именно так же лицемерно они отводили глаза и все последние 8 лет, когда матери на Донбассе хранили своих детей, когда убивали стариков. Это просто какая-то моральная, нравственная деградация, полное расчеловечивание. Многолетнее издевательство над жителями Донбасса невозможно было больше терпеть. И чтобы положить конец геноциду, Россия признала Народные республики Донбасса, заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. На основании этих соглашений республики обратились к нашей стране за военной помощью в отражении агрессии. И мы эту помощь оказали. Просто не могли, не имели права поступить иначе. Но что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание. Если бы наши войска действовали только на территории Народных республик, помогли им освободить свою землю, это не стало бы окончательным решением. Не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта. Продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима. А военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были бы поставлены перед фактом, что ударное и наступательное вооружение Альянса уже у наших границ. Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи, безусловно, будут решены. Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа. И никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны. Именно принципиальные для России и для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по демилитаризации и деноцификации, мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров. Наша страна сделала всё для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни. Но мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать агрессивную антироссию, судьба самого народа Украины безразлична. То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами, то, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооружённые преступники, выпущенные из тюрем, происходит настоящая гуманитарная катастрофа, всё безразлично. Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития. Им поставляют всё новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наёмников. В качестве оружия они сбрали экономические, финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, и которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам. Через растущие цены на бензин, энергоросители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком. И не надо здесь, не надо, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, во всём обвиняя нашу страну. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Всё это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств. Их ошибок, близорукости и амбиции. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан в западных странах, они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями. Свидетельствуют тому данные международных организаций, которые прямо говорят о том, что социальные проблемы даже в ведущих западных странах в последние годы только обостряются, что растут неравенства, разрыв между бедными и богатыми, дают о себе знать расовые и национальные конфликты. Миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом «золотом миллиарде» рушится. Повторю, сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование. Введение санкций – это логическое продолжение, концентрированные выражения безответственной, недальновидной политики правительств и центральных банков США и стран ЕС. Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. И возникает вопрос, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия? Повторю, серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике торговли, по доверию и к американскому доллару как основной резервной валюте. Так нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили на самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках. Добавлю, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично и неоднократно. Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития. Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнёров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участие в антироссийской кампании. При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности. Что хочу особо подчеркнуть. Надо чётко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий. Хочу это подчеркнуть. Наша военная операция на Украине для Запада – лишь повод для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят концентрированный характер. Но таким же образом стал для них и для западников референдум в Крыму, который прошёл, кстати говоря, ровно 16 марта 2014 года, 8 лет назад, в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали свой свободный выбор быть вместе со своей исторической родиной. Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады – это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель – нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Войны экономическими, политическими, информационными средствами. Она носит тотальный, неприкрытый характер. И, повторю, так называемый западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом. Вся словесная мишура о политкорректности, о неприкосновенности частной собственности, свободе слова – все это слетело в одночасье. Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счёты и с паралимпийцами. Вот такой вот спорт вне политики. Во многих западных странах глядят только за то, что они родом из России подвергают настоящей травле сегодня. Отказывают медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру. Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацистов в Германии в 30-х годах прошлого века. А затем и их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны. Против России развернута массированная атака и в киберпространство. Развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ. Объективность и независимость которой оказалась просто мифом. Ограничивается доступ к информации. Людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок. Проще говоря, липой. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикации с призывами к убийствам граждан России. Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи. Но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. А позиция у нас честная и открытая. И все больше людей ее слышат, понимают и разделяют. Хочу сказать предельно откровенно. За лицемерными разговорами о сегодняшних действиях так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 90-е, начале 2000-х годов, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить. Что называется, загнать замажай, как в народе говорят. Превратить в слабую, узависимую страну. Нарушить территориальную целостность. Расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло. Не выйдет и сейчас. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей. На тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там. И живёт даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц, или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом. А повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно так. А не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. И они хотят быть похожими на неё, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой, так называемой, высшей касте, они, если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убеждён, такое естественное и необходимое самоощущение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы. Так называемый коллективный запад и его пятая колонна привыкли мерить всё и всех по себе. Они полагают, что всё продаётся и всё покупается. И потому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю, наш народ. Да, многие страны в мире смирились, смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут многие страны, к сожалению, и в Европе. Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведём, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества.